Петр Григорьевич, начать бы хотел, конечно, говорить с вами, опять-таки, как с первым замглавы общественного совета при Минобороне, яичный так называемый скандал, он облетел первые перши шпальты, я кто скажу, всех и украинских средств массовой информации, впрочем-то даже и зарубежных, и вот после этого скандала Минобороны представила как раз незадолго до нашей беседы новых заместителей Алексея Резникова. Напомню нашим зрителям, что после скандала с закупками продуктов для армии по завышенным ценам на два месяца был арестован, пока идет следствие, бывший замминистра Шаповалов, а в ведомстве самом пообещали чистки. Как вы считаете, Петр Григорьевич, вот эта история сама по себе, она уже закончена или вот эта проблема с этими завышенными ценами в том числе и фактами коррупции в Минобороны Украины, она глубже находится? Я считаю, что она не закончена и, наверное, никогда не закончится. Почему? Потому что коррупция – это один из главных показателей развития, к сожалению большому, нашей Украины за 30 лет. Она пронизала все органы государственного устройства нашего государства. И, к сожалению, Минобороны во время войны – это очень неприятно. Ведь не только на шпальтах газет. Это проникло все наше общество украинское, об этом говорит. И самое главное – солдат на фронте, он же чувствует, он же защищает нашу Родину, нас с вами от фашистской агрессии Кремля. Он рискует каждый день жизнью, кровью своей, оплачивает эту фашистскую агрессию со стороны государства соседней, которую мы не ожидали, которая скоро будет год, как она есть. И вот это вот такое, когда замминистра обороны. Подождите, а кто его привел сюда? Кто его на посаду привел? Кто за него подписи ставил где-то в разных структурах? Я знаю его лично. Ну, обыски. И 600 тысяч долларов, найденные у него, ну, не 600 тысяч даже гривнев, а долларов. Как это у бедной в стране, в стране, которая стремится в Евросоюз, в Министерстве обороны. Такие коррупционные скандалы. Или этого Хмельницкого, которого я лично тоже знаю, общался с ним, Богдан. Тоже были в обыске летом. Почему его тогда не убрали? Ну, я вообще много, много непонятных вещей. Последствия этого скандала, последствия то, что хотят сказать некоторые, в том числе недолуги, ну, скажем так, обозреватели, говорят и на сбройне силы Украины. Да нет. Министерство обороны и вооруженные силы – это два органа. И то, что творится в Министерстве обороны, ни в коем случае нельзя говорить на наших прославленных полководцев во время войны, таких как Залужный, Шептала, Сирский и многие-многие другие. Это люди, которые не занимаются коррупцией. Для них главное – защитить Родину. И, кстати, вот мы должны это чувствовать, видим, мы видим это. Никогда названные лица не критиковали российских генералов и адмиралов, которые ведут войну против нас. Это показатель, высочайший показатель выдержки интеллекта и, ну, самопожертвования в какой-то мере наших генералов и высшего звена, которые не критикуют врага. Враг силен, враг хочет захватить нашу территорию, враг еще цели своей операции, так званой операции специальной, не достиг и вообще не достигнет никогда. Почему? Потому что в любом случае победа будет за нами. Но разделять Министерство обороны, генеральный штаб и военную составляющую нашего государства – это две большие разницы. Следующее. Не только недолуга самой вот это вот явление, как коррупция, но и не совсем, на мой взгляд, адекватные оценки высшего руководства. К сожалению, верховный главнокомандующий сейчас молчил. Блестяще! Зеленский объединил общество наше и многие государства вокруг Украины. Блестящее выступление везде. Триумфальный визит в Америке, триумфальный визит в Великую Британию. Потом встреча в Евросоюзе. Это просто радуешься и хочется вместе с конгрессменами, с членами палаты общин, палаты Нордов подняться и хлопать вместе с ними, когда он выступает. Но, с другой стороны, нужно заниматься своими внутренними делами. Только неотвратимость, наказание может победить эту коррупцию. Это известно каждому человеку. Есть место коррупции? Где наказание? Так же, как Халимон был замминистра обороны, ДБР провело обшуки, нашло 720 миллионов гривен. Это же есть в средствах массовой информации, в Ютубе. Набрать Халимон, Министерство обороны. Вопрос объявило на 720 миллионов гривен, и Халимон сейчас на свободе. А я хотел бы видеть. Либо, если это была ошибка со стороны ДБР, значит, ДБР извиняется перед всем обществом за неправомерное задержание заступника министра обороны Халимона. Или я должен увидеть, как его сопровождают в Лукьяновской СИЗО у наручника. Ни одного, ни другого нет. В результате его младший брат, нардеп, покупает за 10 миллионов долларов или гривен, я уже не знаю, там, дом на Печерске. Есть в пять раз дешевле, чем стоимость этого дома. Так это же будет продолжаться, если не будет наказание. Мы об этом говорим. Вот 16 числа будет заседание Общественного Совета как раз по этим вопросам. Все эти вопросы с участием народных депутатов Украины, председателей комитетов Верховного Совета. Ну, будем обсуждать, будем принимать решение какое-то, обращение к президенту, к Верховной Раде по этому поводу. Еще раз напоминаю, неотвратимость наказания. Если проворовался, завес в государственный бюджет, а это значит в карман каждого гражданина Украины, значит, он должен понести наказание. Это посадово особо. А с другой стороны, во время войны менять министра обороны часто нельзя. Это, знаете, это очень-очень нехорошо. Но есть политическая ответственность очильника или руководителя министерства. И есть криминальное. Тут путать нельзя. Резников выступил как адвокат Шаповалов. Нельзя так делать. На мой взгляд, надо подсказывать. Да, по Рамштайну, по международным вопросам, ему кажется, замены нет. Но с другой стороны, коррупция тоже не должна быть. Потому что солдат на фронте защищает каждого из нас. Это надо помнить всем очевидникам нашего государства, в том числе и министру обороны. Петр Григорьевич, еще много тем, которые хотелось бы обсудить. Однозначно мы надеемся, что наше министерство обороны, впрочем, как и все наше государство, будет проходить очищение от коррупции, да, и будут неотвратимыми наказания для тех, чья вина будет доказана. Незадолго до нашего интервью еще также появилась любопытная новость, которая уже вызвала обсуждение на социальных сетях. Все мы знаем, что в последнее время и, впрочем-то, с полномасштабным вторжением России в Украину, меры безопасности по охране президента России Владимира Путина, они существенно усилились. Видим, что переживает за собственную жизнь и здоровье российский диктатор. И вот появилась информация о том, что Путин пересел с самолета на бронепоезд. Как сообщают российские СМИ, для президента России построили целую секретную сеть, которая соединяет железнодорожными путями его резиденции. С ним постоянно ездит, по данным средств массовой информации, хирург-онколог, лор. Видели его приезд в Волгоград, где его сопровождали, его бронированный Аурус, вообще там 25 машин охраны, телохранители с этими железными пластинами в чемоданах. Как вы считаете, вот то, какие меры безопасности мы видим и как они усилились, о чем могут говорить, по вашему мнению? На мой взгляд, это говорит о том, что диктатор или самый главный фашист 21 века, Путин боится за свою жизнь. И он уже не тот Путин, который вступил в 99 году. Ельцин, мы помним, когда он объявил перед новым тысячелетием о том, что мой предельник будет Путин. Его выбрали, он сел на истребителе и пролетел на истребителе. Он боится за свою жизнь. Но, с другой стороны, каждый день в Украине гибнут его же солдаты, верховного главнокомандующего. Он на это не обращает внимания. Для него это просто инструмент, это тела, это кровь, слёзы матерей, в том числе и российских граждан. Для него ничего не значит. Те тревоги, которые звучат, особенно в последнее время, в Киеве, где мы с вами находимся, для него это ничего не значит. Поэтому я думаю, что на этого фашиста надо давить информационно. С другой стороны, вы знаете, мы вот говорим в Украине, мы свободно говорим с вами, в прямом эфире, без проблем никаких. А что в России? Что делается в средствах массовой информации российских? Неужели россияне, недавно мы были в одной стране с ними, неужели они спокойно относятся к гибели своих людей, к слёзам матерей в российской армии, которых мы сюда, на территорию Украины, с оружием не приглашали? Это большая разница в этом плане. И те, кого приглашаем, вернее, кто приходит без приглашения, место однозначно, или целлофановый пакет, или пораненный, тяжело пораненный, отправляется к себе на родину, вот, ну, принято в обществе. Для меня другое, Алексей, непонятно. Есть такое понятие, кровь за кровь, глаз за гонос. Ну, мы же мальчишками росли в одинаковых все условиях. Почему не делается это, к сожалению, на международном уровне? Вот для меня, как для бывшего дипломата, вопрос, почему Россия с правом вето до сих пор находится в Совете Безопасности ООН? Почему? Да, приезжает нам Гутереш, Украину, всё посмотрел, приехал и уехал. А кто? Есть же исторический опыт. Есть Нюрнбергский процесс. Четыре страны-победительницы в фашистской Германии приняли решение о создании Нюрнбергского процесса. Причём это очень быстро, после окончания войны. Почему сейчас, год скоро, как война ведётся против Украины, не создан Международный криминальный суд? Именно по факту агрессии, по факту убийств, что мы будем собирать больше этих убийств. Да по одному случаю надо организовать. Это не сделано. Не сделано много ещё. Поэтому у меня есть, к сожалению, большие претензии к Министерству иностранных дел Украины, именно Украины, в Генеральной прокуратуре Украины вместе эти ведомства должны под руководством президента, главы администрации, кого за угодно, не администрации, а офисы президента, собраться и в конце концов решить. Не призывы, не лозунги, а практические дела. К сожалению, практических дел нет. Вот «Трамштайн» проходит уже какой-то. Да, мы прекрасно помним, когда дживелины нам поставляли, а где они будут во время войны? А потом перешли к ракетам, «Три семёрки», «Химмарси» и всего остального. Сейчас ракеты дальнего радиуса действия, а потом ещё в средствах массовой информации обсуждаются такие вопросы. А имеет ли право Украина наносить удары по военным объектам на территории Российской Федерации и Белоруссии? Как это во время войны? Что это? На граждан Украины летят ракеты, смертоносный груз, а мы не имеем права наносить удары по этим вот, вступлению этих стратегических бомбардировщиков, который наш президент, второй президент нашей страны бесплатно практически отдал фашистскому режиму соседнего государства. Для меня, как для бывшего военного, это непонятно вообще. Имеем право, имеем право по путям наносить удары по Крымскому мосту, по тем же кораблям, которые в Чёрном море ждали, они 6 баллов не могут выйти, что сейчас 3 балла, они выходят и наносят удары. Да их же элементарно, высокоточные ракеты, элементарно уничтожить эти корабли, когда они вышли в нейтральные воды, элементарно уничтожить на базе Севастополя. Это наша территория. А нам говорят, вот вы, пожалуйста, мы вам дадим, только не наносите удары. А кто из украинских генералов будет воевать с гражданским населением России? Такого не может быть, даже априори не может быть. Это только фашисты соседнего государства могут наносить удары по женщинам, по детям, по всем. Они же своим людям на территории России в средствах массовой информации не показывают. Они показывают прекрасные якобы речи главного их фашиста. Или не бензи, которые находятся в Совете Безопасности ООН, а реальная жизнь запрещается показывать вот в чём гниль и враньё со стороны соседнего государства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова